приветствую вас дорогие телезрители я очень рад что сегодня мы вместе с вами на передаче территория веры это та территория на которой совершаются сверхъестественные чудеса единственное что человека нужно нужна вера я специально приглашаю сюда интересных людей до чтобы вы увидели опыт веры другого человека конечно не всегда мы можем ассоциировать свою ситуацию с чей-то другой ситуацией но чей-то опыт веры поможет каждому из нас веровать иисус сказал если вы будете иметь веру божью и скажите в своем сердце поднимись горе и вернись в море и не усомнитесь в том что скажете будет вам по словам вашим действительно вера божья может сдвигать горы сегодня у нас студии пастор майк он из штата кентаки и он был какое-то время служителям пастором потом он начал свое служение служение в котором очень много он уделяет времени освобождению исцелению души и сегодня он у нас в украине служит вчера было потрясающее служение присутствие божье огонь божий был и вот у меня один традиционный вопрос пастору майку какой какой шаг веры вы запомнили из своей жизни и думаете что он был бы поучительным для других то есть о том какой я сделал шаг веры вера она всегда должна быть радикальной я был помощником пастора около семи лет в очень крупной церкви в соединенных штатах there came a time to where our movement wanted to plant more churches и пришло время когда наше движение решила что нам нужно открывать больше новых церквей and because of where i was at the time i talked to my pastor about being willing to take that risk to take that faith to even step out of a safe place to plant the church и так как я уже был готов я решил что для меня пришло время сделать этот шаг взять этот риск на себя и пойти организовать эту новую церковь и я помню незадолго до этого я все время говорил себе есть две вещи которые я никогда не буду делать это это правда что в америке люди которые решают стать пастырем это правда что в америке они имеют очень высокую страховку потому что там большой риск they have a great insurance like high insurance because it's such a great risk it depends on how the church begins это зависит все от того как начинается церковь например некоторые люди открывают церковь и у них уже хорошая финансовая поддержка от другой церкви so the denomination helps yeah perhaps или другие церкви они просто участвуют в этом и финансово поддерживают эту церковь для меня это не такой уж и большой риск это очень удобное положение но к тому времени как я начал свою церковь я был практически один перед тем как я вышел из той церкви в которой я был все это время мой пастор сказал что он будет платить мне зарплату в течение нескольких дней и потом эта зарплата перестанет мне выплачивать у меня не было здания у меня было всего несколько месяцев и это были я и моя жена и я бы сказал что действительно потребовалась вера мы начали церковь и в этом процессе Господь показал свою верность мы начали собирать людей и где-то за несколько месяцев я уже смог брать зарплату из церкви из своей церкви the Lord provided in a few months Бог дал все необходимое обеспечил мои нужды a building that we didn't have здание которого у нас не было and the finances we needed to sustain our life и финансы которые нам нужны были чтобы поддерживать себя we weren't making a lot of money мы зарабатывали немного но Бог покрывал все наши нужды я был пастором той церкви 11 лет Бог творил великие дела но за эти 11 лет много сверхъестественного стало происходить сверхъестественные исцеления были deliverances were taking place освобождение люди просто приходили с улицы и просили о помощи потому что они чувствовали что их что-то мучает очень мощные физические исцеления происходили и где-то через 9 лет после того как открылась наша церковь я начал понимать что что-то происходит внутри меня и когда я начал это понимать мне стало немножко не по себе потому что это чувство напоминало мне то чувство когда я задумался что мне пора идти дальше и мне надо уйти из этой церкви в которой я сейчас нахожусь то есть я понимал что Бог хочет начать делать что-то новое в моей жизни в церкви дела шли хорошо я уже получал достаточно хорошую зарплату чтобы обеспечивать свою семью и вот прошло 10 с половиной лет как церковь уже функционировала я стал чувствовать что Бог хочет чтобы я начал заниматься чем-то другим я стал чувствовать страсть и желание поехать и проповедовать другим народам и это уже произошло после того как я побывал в Украине несколько раз мои несколько раз несколько приездов в Украину как раз были связаны с новым поколением я еще был пастором в то время но два года назад мне позвонил один человек и начал пророчествовать в мою жизнь Майк, тебе нужно выйти из того места где ты сейчас находишься и ты должен нести свое послание народам я сказал, но я сейчас не могу я не могу все это бросить потому что у меня не будет никакой поддержки и этот человек мне сказал через три дня тебе позвонят и когда тебе позвонят ты должен встретиться с этим человеком и именно с этого момента Бог начнет открывать двери и я сказал, хорошо три дня спустя мне позвонили человек, который пророчествовал мне об этом он даже не знал, что это действительно случилось он не знал, что произойдет кто мне позвонит но мне действительно позвонили через три дня и этот человек, который мне позвонил сказал, Бог положил мне на сердце позвонить тебе и где-то через несколько недель ко мне начали подходить многие люди и сверхъестественно стали пророчествовать в мою жизнь о том, что мне нужно ехать в народы и Господь подтвердил это в моем сердце что пришло время мне выйти из своей зоны комфорта выйти и уйти от этих чеков, которые мне платили у меня не было никакой поддержки я просто сказал церкви пришло мое время, мне нужно уйти у меня вообще не было никакой поддержки ноль финансовой а у меня жена и трое детей люди говорили, Майк, пастор Майк, не уходи из церкви ты можешь оставаться пастором и просто ездить в короткие поездки и все время возвращаться это же очень рискованно уйти и один из людей, которые являются моим другом он сказал, Майк, продолжай делать то, что ты делаешь а в то же самое время человек, который позвонил мне это был сильный муж Божий и я почувствовал в своем сердце что я должен выйти из своей церкви и встать под покровительство этого человека и начать уже ездить по разным нациям именно от этой церкви чтобы у меня было духовное покрывало но даже несмотря на это поддержки у меня не было очень много и мой друг говорит мне Майк, оставайся в церкви но я постоянно говорил и говорю это всем если я не пойду возможно я упущу огромную шанс который дает мне Бог потому что Бог проговорил ко мне и теперь мне нужно было сделать выбор выйти из этой лодки по вере и начать идти по воде по вере или остаться в лодке где очень удобно внутри я хотел пойти по воде но я не хотел жить все время сожалея об упущенной возможности и я думал даже если у меня не получится по крайней мере я буду знать в своем сердце что я был послушен Богу и так я доверился Ему и я сказал всем я пойду этим путем даже если не будет никакой поддержки и это прошло уже почти два года я посетил очень многие народы и Бог покрыл все наши нужды и покрывались теперь я живу по вере очень часто люди меня поддерживают из той церкви в которой я был 20 лет назад that was easy that was comfortable и в той церкви мне было очень удобно now every week а сейчас I'm trusting God каждую неделю я доверяю Бог to provide our needs что Он ответит на все наши нужды and as you know bishop и как вы знаете some of the nations that we go to многие из наций которые мы посещаем they can't do a lot они не могут нас благословлять but it's not about money но здесь вопрос не в деньгах it's about the kingdom мы говорим здесь о царстве амэн слава Богу спасибо Майк большое я очень впечатлен вашей историей потому что я как никто другой понимаю что жизнь в Америке она требует денег каждый день и это у нас можно жить какое-то время без денег в Америке там все с деньгами связано поэтому действительно для многих американцев сделать такой шаг веры отказаться от зарплаты отказаться от финансовой поддержки и рассчитывать только на Бога это огромный шаг веры но я думаю что и для наших телезрителей это хороший пример если ты действительно служишь Богу если ты призван служить Богу Бог есть Бог Эль Шадай который обеспечит все наши нужды и благословит наш дом и благословит нашу семью большое спасибо Майк большое спасибо всем телезрителям что вы были вместе с нами до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok